Я попросил вас предложить предметы для моей следующей стройки. Один человек может предложить только один предмет, а я должен использовать все предложенные предметы и ничего кроме этого. Скооперировались ли вы, чтобы получилось что-то сочетаемое или просто накидали рандомного? Получится ли у меня построить что-то вменяемое из того, что накидали вы в телеге? Да, я спрашивал именно там, ссылка в описании. Именно об этом сегодняшний видос. Так, громче музыка, ладно. Да, окей, хорошо. Че, ребят? Нормально? Короче, осталось включить Sims. Да, сомнительный контент тоже скрываем, моду выключаем, все супер. Самое то. Спасибо большое, спасибо. Ты, ну, вы знаете, я за качество. Предметы для... Да блин, почему я пробил, ставлю автоматически. Оу, вау, спасибо, офигеть, как это суперполезно. У нас гораздо более подходящие предметы. Предметы, из которых что-то можно составить. Каких-то хаос, билайк. Че, обои только эти предложили? Рома, там по дверью и по окнам еще подкрытие для стен. Оу, спасибо. Спасибо большое за эту дверь. Это моя любимая дверь. Давай для начала, короче, сделаем вот так. Тут ты заходишь и какая-нибудь зона, где все сидят. И у нас, я думаю, будет два этажа. У нас лестница есть? Блин, у нас нет лестницы. Так что мы вынуждены строить одноэтажный дом. Из платформ лестницу можно сделать. О, это идея. Но это будет очень длинная лестница. Просто пипец на самом деле. Я не знаю, куда воткнуть дорожку для боулинга, но давайте со всеми проблемами постепенно. Вижу, какие-то украшения у нас даже есть. Это хорошо. Опять пипички строишь? Покажите мне человека с такой пипичкой, пожалуйста. Хоть с одной. Как ты удаляешь комнаты? Я выделяю нужный мне момент, который я хочу удалить. Собственно, тыкаю на комнату. Видишь, она обозначается. А потом нажимают длить. Неужели он что-то адекватное сегодня сделает? Ну, как видишь, да. Конец трима, что-то дикое. Не-не, ничего дикого. Все будет крайне адекватно. Я пытаюсь очень внимательно выстроить, потому что нам с этим потом жить. Тут, наверное, кухня будет. Надо подумать, чего у нас... О, вот это очень хорошие стекла сюда. То, что доктор прописал. Посмотрите. Но как будто для кухни это хороший вариант. У нас реально, кстати, сегодня такие адекватные предметы. То есть, вот это вот, знаете, хороший светильник, который вот... Его что-то никто не предлагал. Мы сегодня вот такое используем. Боже, как же оно сочетается все, а? Можно сделать, знаешь, такую зону, чтобы тут... Нет. Вот тут вот мы едим. Тут полукруг кухня. Да, точно. Все решено. Мама, я... Нет. Сделай дом чуть поменьше, чтобы не было так плохо. Нам нужно воткнуть куда-то дорожку с боулингом. Так что нам нужно это. Кстати, может она будет декором вдоль стены? Дорожка для боулинга, как декор, попяхивает арманским домом. Попяхивает арманским домом. Да, вы поняли. Я умею читать. Подожди, это та самая... О, нет. Это светящаяся плитка. Вот эта штука, которая... Подожди, это рис? А, это ковер. Вот это я все-таки удалю. И одну комнату сделаю здесь. Это будет туалет. Как вам светлое? По-моему, неплохо. Правда, нет. Подожди, тогда у нас пол будет темный, так? Хотя, как будто что-то в этом есть. Да, ладно, сделаю светлее. Но тогда нужно через обои это все отыгрывать. А у нас обои, я вам скажу, интересненькие, конечно. У-у-у. Ну, немного э-э, но что имеем? Если еще немножечко разбавить это всякими интересными решениями у стен, типа такого. Я думаю, ты видишь, что это запись со стрима. Стримы проходят на Твиче, ссылка в описании. Это открыто всем. Любой может зайти, проходит по выходным в 8 вечера. А спрашивал вопрос, собственно, предлагали все эти предметы, вы у меня в чате в телеге. Тоже лежит в описании. Не переживай, если вдруг этот стрим пропустил, как любой стрим. Их сотни, они все доступны спонсорам и на Ютьюбе, и на Бусти, и еще много других бонусов. Но я не буду прерывать тебя надолго, так что иди смотри стрим дальше. Клитера не существовало, его никто не смог найти, но клитера-то не же... В смысле никто не мог найти? Не хочу хвастаться, конечно, но разве его... Ну, типа я думал, это больше шутка. У меня вот такая идея. Вот так сделаем тут в полный рост. Господи, как же плохо. Это холодильник? Вообще это полка, но мы можем притвориться, будто это немножко холодильник, да. Слушай, кровати, вот это все подходит стильно. Вот это... Вообще это, да? Сейчас, вот такая есть идейка. Сейчас будем все уменьшать. Еще большее уменьшение дома. Оставим тут какой-нибудь стол. Я надеюсь, у нас есть стол, да? Ух ты. Лоток обязательно, разрабы над описанием старались. Над описанием лотка, окей. Кочкам обязательно себя вылизывать. Сидеть в високо и какать часто. Но, как сенпупен, это идеальный лоток для ваших кощек и всех какашек. Фантастич. Вот описание они умеют делать. Господи, над всей игрой бы так старались, а? Мы любим Sims, правильно? Мы любим Sims. Нам нужна G и Alt. Но так неудобно строить. Я пытаюсь расположить Alt на мусорку. Ладно, хорошо, альтуем мусорку. Вот так, все? Супер довольны? А? Нам туалет нужен. И господи, как же хорошо, что у нас нужная нам дверь. Вот видите, без G как неудобно. Звучало пошлее, чем я планировал. Подожди, у нас только банкетный стол. О боже. У меня есть идея. Стоп. Сейчас, подожди. Я пытаюсь сделать так, чтобы мозг не сошел с ума. Наверное, вот так. Посмотрите, вы думали, это будет раздолбанный стол, а у него другая расцветка. Так, подожди. Ладно, студия, значит, будут такими. Этот стол можно поменять цветом? Бежевый норм. Да, окей, я ставлю бежевый. Хотя на самом деле мне больше нравится вот этот. Который такой, коричневый. Я буду выбирать те сообщения, которые подходят моей точке зрения и говорить, что вы так говорите. Коричневый топ. Я с вами согласен. Коричневый топ. Блин, какое бесполезное растение. Оно хорошее, но то, что его нельзя никуда ставить, в смысле на полку, это нехорошо. Короче, просто смотри, что у нас есть. У нас по стилю очень подходят стулья. Это то, что я увидел. У нас подходят стулья, кровать, вот это. Это вот мы все... Нужно постепенно сделать плавный переход в эту сторону, в сторону спальни. Возможно, у нас будет небольшой уголок роскоши. Только я не знаю, как ее вот тут воткнуть. Потому что я вот вижу вот этот диван. Плюс вот эти вот зеркала и накрытие, ну, стенное. Вот это, подожди, это что? Людишки, вон табличка. Но это сразу на вход, однозначно. У нас будет одна комната желтая. Сейчас, сейчас, подождите. Кажется, я начинаю придумывать, как оно надо. Это комната для переговоров. И теперь вот это нужно здесь. Вот так. Да, идеально. Вот. Сейчас все максимально золотое. А я так понимаю, типа, раковины, вот это все не надо. Ну да, зачем руки мыть? Вы такие посовещались, подтерся, тут же руку пожал. Ванная мечты. Спасибо. Я бы тоже очень хотел. По-моему, роскошно. Чего на диване на унитазе завещаются, а в ванне сидят и вас слушают. Слушай, может вот так? Не, слишком много клоунов. Считай, два по бокам и один на туалете. Идеально. Посмотрите, какой у нас дом пока выходит. По-моему, супер хорошо. Ну, есть некоторые вопросики, да, как будто. Но мне не нравится коридор очень сильно. Поэтому есть предложение такое. Сделать стену. И окно тоже нужно сюда. Вот это идеально. Так, чтобы ты, как правитель, мог видеть, что происходит во внутренней политике. И, точнее, во внутренней и во внешней. Понимаете? Продуманность. Вам кажется, я просто тут стивусь и порчу дома. На самом деле, если подумать, то вы увидите, насколько много деталей я вкладываю в это все. Тот самый адекватный дом. Ахаха, точно. Я же писал, что дом будет, типа, нормальный. Ребят, мы строим обычный дом. Ничего такого. Да, так же я через 20 минут. Здесь у нас явно будет место, ну, типа, почилить телек, посмотреть. Ну, телевизор, конечно, никто не предложил. Эммм, нужно... Такие предметы у меня, глаза разбегаются. Прям не знаю, что выбрать, ребят. Люлька. О, точно. Это же королевский зал. Поэтому у нас будет люлька с наследником здесь. Вот. Это тронный зал. А? Нам нужен, наверное, еще кто-то придворный, кто мог бы на органе играть. У меня есть идея. Он будет играть на органе, но в звуконепроницаемой комнате. Пылесос, чтобы не было такого, что ты тут мусоришь, а королю смотреть. И растения тут. Не, вот эти растения, наверное, нужно вот тут. Мы будем приглашать людей и говорить, о, смотри, какой он сын. О, какая картошка мясистая лежит. Да, наследник мой. И все. И типа уводишь. А потом следующего приводишь и повторяешь. Ванна для шута? Она для всех. Это, в принципе, пока ты ждешь своей очереди к аудиенции, ты сидишь в ванной и смотришь на грустного клоуна, чтобы всегда понимать, что ты всего лишь грустный клоун. Король здесь. Отличный докладный дом. Спасибо. Блин, он слишком квадратный. Он какой-то кубический. Нет? Как будто кто-то Майнкрафт сюда уронил. Сейчас, наверное, все-таки я вот это уберу. Там, в принципе, из интересного можно воткнуть кинотеатр. Он идеально подходит здесь по размеру. Правда, у нас нету кресел, поэтому я просто поставлю пару стульев. Чтобы попасть в роддом, там нужно родиться. Да, естественно, это династийный дом. Видишь? Ты не можешь сюда пройти. Ммм, подожди. А если сделать вот так? Можно смотреть боулинг. Ага. Какая лягушка? Зеленая, наверное. Классическая. Мы тут не выделываемся. У нас все в очень классическом стиле. Просто нам нужно сделать так, чтобы в спальню был отдельный проход. Задний. То есть, чтобы люди не проходили через спальню каждый раз, когда им хочется поиграть в боулинг, понимаете? Какая же планировка, случайно, у этого дома? Сейчас я вот так сделаю, чтобы дом был пореалистичнее. Так, смотри. Тут у нас, получается, будет спальня. А вот тут будет кабинет. Да куда такой большой? Так, она мне сказала. Что? Куда реалистичнее? Ну да, да. Я и пытаюсь сделать реалистичным этот дом. Прямо максимально. Чтобы вы увидели и поняли, что вы такое постоянно видите. У нас нет комнаты входа вот сюда. Точнее, двери, чтобы туда входить. Вот так сделаю. Это будет задний вход. Чисто для того, чтобы свита приходила сюда. Может, по спальню комнат побольше, кабинет поменьше? У нас под кабинет нужно побольше из-за того, что у нас ученый, которому нужно вот это вот все. Оборудование. Ученый, это самый туалетный наследник или отец наследника? Нет, это король. Король же должен быть мудрым. Так что он будет здесь прокачиваться. Так, это, короче, такая, знаешь, мягкая комната. Специально. Она для каких-то очень чувствительных тестов. Мы ищем здесь клитор. Все будет максимально белым. У нас тут, ну, такая лабораторная комната, понимаете? Ученый. Это же оно. Как сочетается, а? О, уф, а, боже. Так, это у нас для экспериментов. Компьютер. Мама, это для учебы. Так же компьютер для учебы. Короче, остались мелочи прям совсем. Чтоб в окно никто не зарез. Да, а если кто-то и лазит травить царя, то мы просто знаем по примятым растениям. А если залезу со стороны туалета? Со стороны туалета не залезут. У нас здесь пуленепробиваемое стекло толщиной в полметра. Давай везде зеркала, король должен любоваться собой ежесекундно. Нет, тогда это будет нереалистично. Я понимаю посыл, это здорово, но я все-таки делаю дом, который может существовать в реальной жизни, чтобы это не был просто степ. Кстати, боулинг можно вот здесь сделать, в принципе. Почему оно так странно сделано? Смотри, у нас вот это вот находится линия. По сути так, что ты можешь закрыть стеной, да? Представьте, было бы здорово. Вот так вот у нас стена расположена. И вот, ну, мы не видим заднюю часть вот этого аппарата. Как в гардеробе, например. Блин, у нас, похоже, реально что-то сейчас получится. То есть я знал, конечно, я же эксперт, но офигеть, чё? Может в подвал ловлинг? У нас нет лестницы, никто не предложил лестницу. Увы. Так что я могу делать только один этаж. Но, в принципе, все помещается. А не было условия, что в комнату обязательно нужно попасть как-то? Не, это было. Само собой. Я вот так вот сделаю. Это будет комната, когда ты провел все свои эксперименты и уходишь туда. Можно сделать спальню темной, знаете, такой роскошной. Не слишком? Нет, это, наверное, слишком темная спальня, да? Наверное, хочется держать вот в этой расцветке спальню тоже. Прямо как в отеле. Спасибо. Надеюсь, это комплимент. Так, это есть, это есть, это есть, это есть. Покрытие есть, это есть, это тут. Тут вывеска, вот это, вот это осталось и крыша. А, лоток тут ещё спрятался. Знаете что? Это будет не лоток. Это тумбы подкроватные. Всё, перебидите меня. Рома не понятый гений. У нас может быть вот это здесь, потому что пришло куча детей и тут у нас устроили утренник. Это что-то между детским садиком и покоями средневекового короля. Крышу не забудь. Да, крышу не забуду. О, 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 у меня есть идея. Вы бы знали, я сейчас такую штуку подумал. Ааа. Вы не поверите. На встречу ей идёт другая крыша. И говорит. Не, ладно. Никаких анекдотов про крыши. Нам нужна изгородь была всё это время. Всё это время нам нужна была вот эта изгородь. Ладно, это несложно. Нам осталось вот это изогнутый металл где-то применить. Изогнутый металл для снаружи дома? Да, ладно, наверное. Чтобы никто не мог сказать, насколько у нас здесь роскошно. Горжусь, что мой джаз одна из самых сложных деталей. Это правда непростая деталь. Не знаю, куда её ватуть, чтобы... О, о, ну вот же. Идеально. Произошёл мэч. Это что такое? Ооо. Корабль, корабль. И никто не сказал про корабль. У нас есть украшение. Круто. Это корабль, который ходит по вот этому морю. Это море, а это корабль. Мне нужно вот это растение. Так. И так. А? Сейчас вспомню, как я предыдущий дом назвал. А, Рококойзмэтич. Мне нравится, как никто не решился его скачать на сегодняшний день. Две загрузки. Нет. Эти штуки востребованы. Ой, господи, удачи здесь готовить просто. Такой приходишь, всё это... Всё в орнаменте такой, не можешь порезать салат. Отрезал себе два пальца, салат теперь мясной. Вот это, конечно, палаты короля. Я офигею. Мне очень понравилось. Спасибо за все эти предложенные предметы. Я бы сам никогда в жизни такого не сделал.